Добрый день! С вами Наталья Попова и проект онлайн биологи. Сегодня мы с вами приступаем к рассмотрению класса паукообразных, которые относятся к типу членистоногих. Паукообразные это в основном обитатели суши и наибольшее их разнообразие встречается в засушливых районах. Тело паукообразных состоит из головогруди и брюшка. На головогруди располагается шесть пар одноветвистых конечностей. На брюшке конечности либо отсутствуют, либо они видоизменены. Мы будем рассматривать тип паукообразных на примере паука-крестовика. Тело паука-крестовика точно так же, как и у всех паукообразных, состоит из головогруди и брюшка. Эти отделы разделены между собой перетяжкой. На головогруди располагается четыре пары простых глазков, ротовой аппарат и ходильные ноги. Первая пара конечностей это ногочелюсти. На конце ногочелюстей есть специальные коготки и на вершине этих коготков открываются протоки ядовитых желез. Сами ядовитые железы располагаются в голове. С помощью этих ногочелюстей паук захватывает свою добычу, умерщвляет ее, а также использует ногочелюсти для нападения и для защиты. Вторая пара конечностей это ногощупальца, которые выполняют осязательную функцию и по размеру они немного меньше ходильных ног. Затем на головогруди паука-крестовика располагаются четыре пары ходильных ног. На конце этих ходильных ног располагается по три коготка. Специальные гребенчатые коготки служат для плетения паутинных нитей, а остальные коготки для перемещения по ней. Брюшко паука-крестовика крупное, все членники слиты между собой в одно целое. В передней трети брюшка снизу располагаются пара дыхательных мешков, которые выполняют функцию дыхания и они являются видоизмененными конечностями. При этом эти дыхательные мешки вдавлены внутрь брюшка. На брюшке располагаются отверстия дыхательное, анальное и половое. Все тело паука-крестовика покрыто множеством волосков, которые выполняют осязательные функции. В задней трети брюшка располагаются три пары паутиных бородавок. На вершине этих бородавок открываются протоки паутиных желез, а сами паутинные железы располагаются в брюшке. И паутина может быть сухой, влажной или гофрированной. Из паутиных нитей самка паука-крестовика плетет ловчую сеть, которая располагается вертикально и прикрепляется к различным предметам. Саму эту сеть она плетет из толстых сухих нитей, располагая ее как многоугольную раму с сходящимися в центр лучами. А затем сверху прикрепляется липкая нить, с помощью которой будет производиться захват добычи. От центра паутины идет сигнальная нить в логово паука-крестовика. И по колебаниям этой сигнальной нити паук-крестовик понимает, что добыча поймана. После чего паук выходит к добыче, оплетает ее паутинными нитями и впрыскивает яд с помощью многочелюстей. Секрет ядовитых желез обездвиживает жертву, а пищеварительные ферменты, которые паук также впрыскивает в жертву, начинают процесс переваривания. Через некоторое время паук вновь подходит к своей жертве и всасывает жидкую полупереваренную массу. Такой тип пищеварения называется внекишечным пищеварением. То есть процесс пищеварения происходит внутри тела жертвы, а паук употребляет уже готовые питательные вещества. Пауки используют паутину не только для охоты, но также и для расселения на большие расстояния с помощью паутины, и для плетения коконов, и для плетения убежищ. Пищеварительная система паука-крестовика начинается ртом, а затем следует мускулистая глотка. С помощью этой глотки паук-крестовик всасывает питательные вещества из тела жертвы. За глоткой следует сразу средняя кишка, а желудок отсутствует, так как пищеварение внекишечное и необходимость в переваривании пищи внутри самого паука отсутствует. В средней кишке происходит всасывание питательных веществ, и эта средняя кишка имеет множество боковых выпячиваний. Часть выпячиваний заходит в основание ног. В среднюю кишку впадают протоки пищеварительной железы печени. За средней кишкой следует задняя кишка, которая оканчивается анальным отверстием. Органы выделения это два мальпигевых сосуда, которые располагаются на границе средних и задних кишок. Продукт выделения азотистого обмена у паука-крестовика это гуанин, то есть мальпиговые сосуды забирают этот гуанин из гемолимфы паука и затем этот гуанин проникает в кишку и выводится через анальное отверстие. Дышат пауки с помощью легочных мешков и с помощью трахей. Причем трахеи и легочные мешки представляют собой не единую дыхательную систему, а две отдельных, которые имеют отдельные отверстия. Легочные мешки располагаются в передней трети брюшка, имеют щелевидные отверстия и представляют из себя мешки с множеством складок. Внутри этих мешков циркулирует гемолимфа. Гемолимфа насыщается кислородом благодаря воздуху, который поступает в эти легочные мешки. Затем насыщенная кислородом гемолимфа поступает в сердце. Две трахеи открываются собственным дыхательным отверстием на брюшке и эти трахеи ветвятся внутри брюшка паука-крестовика, насыщая кислородом все внутренние органы. Кровеносная система паука-крестовика незамкнутого типа, то есть гемолимфа смешивается с жидкостью полостей тела. Насыщенная кислородом гемолимфа из дыхательных мешков поступает в сердце. Сердце паука-крестовика трубочатой формы и располагается на спиной стороне брюшка. После того, как гемолимфа поступила в сердце, входные отверстия сердца закрываются и после сокращения сердца гемолимфа поступает в аорту. Аорта продолжается от сердца к головогруди паука-крестовика и через аорту насыщенная кислородом гемолимфа распространяется по всему организму. Нервная система паука-крестовика состоит из парного головного мозга, окологлоточного нервного кольца и головогрудного нервного сплетения. Это головогрудное нервное сплетение образуется из видоизмененных узлов брюшной нервной цепочки, в итоге образуя единое нервное сплетение. Пауки раздельно полы и половой диморфизм выражен у них хорошо, самки гораздо крупнее самцов. Половые железы располагаются в брюшке, половые железы парные, то есть у самки есть два яичника, у самцов есть два семенника, которые имеют отдельные выводные протоки. Оплодотворение у пауков внутреннее. После оплодотворения самка откладывает яйца в кокон, который она плетет из паутины, затем она прячет этот кокон в каких-то укромных местах и яйца внутри этого кокона зимуют, а весной из кокона выходят молодые паучки. Итак, мы с вами рассмотрели сегодня класс паукообразных на примере паука-крестовика. В следующий раз мы переходим к рассмотрению класса насекомых. С вами была Наталья Попова и проект Онлайн Биологи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова